так частый вопрос как скручивать в блендер и есть несколько способов часто это касается что там тросов и так далее попробуем на объекте куб я зайду в режим редактирования сейчас клавиши покажу вот мы его увеличим по оси z и добавлю подразделение потому как если скручивать да обязаны быть и первый самый вообще простой способ это выделить какую-то грань включить вот это пропорциональное редактирование выбрать линейная и нажать rz покрутить вот это колесико мыши и покрутить мышкой да и закрутить объект так как вам нужно это первое второе для этого есть модификатор вот скрю не получится да потому как ему нужно или кривая или машину не залитыми гранями можно использовать вот симпл деформ и если перейти вот твист до выбрать нужную ось то тоже нужно похудить наш объект ну и также бэндом его можно закручивать оси z мы не делали никаких дополнительных граней поэтому вот такой вот результат стрёмный а по оси y по оси x да все прекрасно гнется все нормально также там тапор это у нас трапецию делает стрэнч стрэч да будет какую-то делать так ну и самый наверное эффективный метода давайте с вот этим модификатором скрю как нужно например добавили какой-то объектик пусть будет чокол зашли что вы тут на редактировали добавили например их несколько вот и используя модификатор скрю задали расстояние ну и также этим углом вы можете насколько нужно это дело закрутить это можно сделать как бы вот так так же можно было это сделать из кривых зато и зашли отредактировали добавили сейчас например так выберем относительно 3d курсора вращать шиф д.р. так и повторим операцию ну допустим вот и опять скрю подняли да и как бы он из кривых все настраивается вся детализация все нормально легко и просто вот дальше например эти объекты можно было бы делать массив и пускать покрыли по кривой до в любой момент вы заходите вы редактируете вот эти точечки как бы все сразу же легко и просто меняется она по всей форме вот ну можно еще конечно использовать просто сейчас вот кривую наберем кривую и опять же нам нужен шаблон тоже обязательно вот кривой да допустим этот шаблон уменьшу перейду и тоже тут например добавлю несколько таких вот объектов вот не теперь выбрали кривую перешли в ее настройки пункт геометрии и выбираем было и выбираем в качестве объекта созданные вот эти все да как закрутить вот мы заходим в кривую выбираем какие-то точки и у этих точек есть такой параллельный параллельный картин там мы можем покрутить насколько нам надо наша кривая будет закручиваться также параметром там радиус можно еще и изменять то есть такой очень эффективный способ также мы все можем как бы брать наглядненько менять удалять лишние объекты что-то изменять и видеть как все это дело происходит ну и также соответственно поскольку это кривая нам доступен пунктик где мы ее больше сегментов меньше делает и так далее вот ну еще как вариант нужно какой-то элемент допустим опять сделаем тросик shift и я добавлю кольцо просто изначально сделаем 8 сегментов хватит вот уменьшаем заходим режим редактирования это наши проводки медиан куют так сюда и сюда вот теперь применим модификатор сделать какое-то расстояние вот угол 360 вот отлично количество да вот этих сегментов подразделений этим можно регулировать ну пусть у нас как было полное обучение так и остается затем этот объект мы можем добавить следующий модификатор array пустить по оси z убираем вот так сделаем ночь чтоб они сшивались добавим кривую вот и теперь сюда еще добавим модификатор киров и выберем нашу кривую и вот а также чтобы каунт постоянно не клацать мы можем вместо этого выбрать фиткюрф и опять выбираем нашу кривую скорее всего этот объект я масштабировал применим применю к муски это беда это беда и кривая почему то странно списывается вроде бы все хорошо зайдем поредактируем кривую значит все таки все равно один элемент остается так ну а мы попробуем этот модификатор применить странность с каунтом все работает вписать фиткюрф а вот скейт применился поехал и теперь мы редактируем нашу кривую нам нужно ее выбрать также в кривой настройках показывать ее всегда спереди чтоб лучше было выбирать и теперь мы можем в общем то эту кривую экструдировать и вот мы нашим канатом рисуем а самый такой вроде бы отличный способ также у кривое количество сегментов добавили все станет ровнее также эту кривую вы можете любой элемент вращать все это будет действовать и масштабировать масштаб тоже будет работать так надеюсь все понятно спасибо